Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Гургазе состоялось плановое совещание по безопасности. Обсуждали поставку газа для коммунальных бытовых нужд граждан и не только. Подробности расскажет Константин Меркушев. На совещание заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуры Юрий Куров обратил особое внимание на рост числа нечастных случаев в многоквартирных и частных домах, связанных с использованием бытового газа. Количество газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации растет с каждым днем. Исправны газовые оборудования или нет, во многих случаях узнать нет возможности. Собственники многих квартир просто не пускают к себе специалистов газовой службы. Кроме этого, жильцы сами не хотят менять газовое оборудование, считая, что они еще пригодны в эксплуатации. Мы чувствуем, что проблема эта назревает, и эту проблему надо решать. Видим, что не всегда жильцы наши не просто могут купить, могут себе не позволить, а просто не хотят этого делать, потому что считают, что это будет работать до определенного времени, тоже время опять до определенного времени. Поэтому все-таки меры какие-то мы должны совместно применять. Во многих ситуациях вызывает серьезное недоумение позиции жителей, когда им показывают документальное подтверждение, что, например, дымоход находится в неисправном состоянии или что собственник выполнил самостоятельное переоборудование газовой системы. Житель не предоставляет возможности для проведения необходимых работ. В такой ситуации специалисты просто вынуждены приостановить подачу газа. И жители этим фактом возмущаются, вместо того, чтобы обеспечить собственную безопасность. Замена оборудования подразумевает определенные денежные средства вложений. Но как бы там ни было, если есть, допустим, ну, в пример ставить, если автомобиль старый, 72-х годов, там, 80-х годов, да, копейка, москвич или так далее, приятнее, конечно, ездить на новом современном автомобиле, также и с газовым оборудованием. Есть проблемы и с внутридомовыми газовыми сетями. В городе предстоит обследовать еще множество многоквартирных домов. Чтобы ускорить этот процесс, было предложено управляющим компаниям завести список, где они будут отмечать замену внутридомовых газовых сетей без процесса диагностирования. И обозначить ряд домов, которые уже, по вашему мнению, без проведения диагностики требуют замены. То есть те же дома шахтостроительные 35, худобердина 9. Но если там уже такие инциденты были, значит, уже эти дома сами по себе напрашиваются на то, что менять надо. Совещание проходило в течение двух часов. Участники приняли совместное решение. В продолжении темы отмечу, что в Белорецке мужчина погиб от взрыва газа при ремонте холодильника. Сигнал о взрыве поступил на пульт спасателей в 2 часа дня. Спустя 40 минут возгорание удалось ликвидировать. По предварительным данным Следственного комитета, при взрыве погиб 56-летний хозяин квартиры. Его дочь, знакомый, доставлены в больницу. Оперативники проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Спасатели рекомендуют самостоятельно не проводить ремонтные и огневые работы с применением газового оборудования и не заносить газовые баллоны в прогретое помещение с улицы при отрицательной температуре окружающей среды. Экологические проблемы города обсудили за круглым столом студенты Кумертаусского филиала УГАТУ. Организатором мероприятия выступила Центральная библиотека. В России 2017 год объявлен Годом экологии, а значит проблемам охраны окружающей среды будет уделено особое внимание. С этим студенты Кумертаусского филиала УГАТУ согласны полностью. Молодые люди за круглым столом обсудили вопросы, которые требуют совместного решения органами власти и общественности. Год экологии я первен правильно, потому что люди очень много загрязняют. Это и заводы, и машины, и загрязнение не только атмосферы, но и каких-либо рек и так далее. То есть человек должен знать, что он делает на том месте, где он живет. Я считаю, Год экологии нужен обязательно, так как люди должны знать, что они делают со своей окружающей средой. О нормах законодательства, о деятельности надзорных органов в своем выступлении говорила руководитель территориального комитета Министерства природопользования и экологии Анастасия Атландерова. По ее мнению, запретов и контрольных мер, которые предпринимаются для поддержания экологического равновесия, сегодня недостаточно. Проблемы экологии прежде всего связаны с деятельностью человека, поэтому для их решения требуется изменение сознания самого человека и его отношения к природе. На данный момент отношение человека к природе является потребительским. Так считает лесной инспектор Стрелитамагского лесничества Игорь Макраусов. Имеются и свалки, засорение лесов бытовыми отходами, промышленными отходами. В основном это частное население, выкидывает мусор. Отдыхающие часто безобразничают, приводя, оставляя мусор после пикников, отдыхов в лесу. Хотелось бы, чтобы этого, конечно, не допускали. Проблемой для региона является не только загрязнение окружающей среды. Уничтожение редких видов растений и животных также является волнующей темой. Поэтому в республике нынешний год объявлен годом особо охраняемых природных территорий. В ходе круглого стола студенты предлагали свои варианты в решении вопросов экологии. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова